Итак, сегодня хочу проверить опытным путем, может ли вот этот препарат, витанол, на полимерной основе при высыхании на поверхности листа аккумулировать воздушную влагу. Для этого нам понадобится, соответственно, вот это вот удобрение, витанол азотный, потом смачиватель, тоже витанол, обычная вода и вот такой вот обычный у нас пульверизатор и растения, вот будем проверять на этом фикусе. Сейчас делаем рабочий раствор, прямо вот, грубо говоря, в 100 граммах воды. Для этого мы берем буквально несколько капель этого смачивателя, точнее, удобрения, сюда его добавляем. Добавляем его сюда. Так, это у нас удобрение, микроэлементы и полимерная основа. И немножко смачивателя, который убирает поверхностное натяжение воды. Вот, раствор готов. Ну, это практически без пропорций, но так, чтобы наглядно это было понятно. И теперь мы нанесем этот раствор на поверхность листа. Нанесем на несколько листьев этот раствор. Вот так. Да. Вот, нанесем на несколько листьев сейчас, чтобы было удобно. И подожду, пока высохнет. Вот, в принципе, рабочий раствор высох. Видно такую... Не весь лист я здесь намазал. То есть, вот, небольшая граница здесь видна. Вот этот практически лист, этот весь вымазан. Да. Вот немножко на этом листе видно. Такая пленочка есть. Вот, то есть, вот эти три листа уже высохли. И сейчас мы возьмем обычный пульверизатор с водой. И сымитируем туман. То есть, мы сделаем несколько таких движений. И имитируем туман. Вот, и теперь наблюдаем за этими листьями. Вот на них активно скопилась влага. Вот на вот этом листике. Именно вот по тем контурам, на которые мы нанесли этот витанол. Вот листик полностью в воде. Вот он. Вот он полностью в воде. И там, где его нету. Вот здесь вот очень показательно. То есть, часть листа саккумулировала на себе влагу. Просто задержала за счет своих свойств полимера. Поэтому очень интересно. Это может быть для наших засушливых условий. Где все-таки иногда набывают эти ночные перепады температур. Которые позволяют, скажем так, вызвать эту точку росы. Растение может вполне этим питаться.